добрый день дорогие друзья дорогие наши подписчики с вами солнечная лани и компания арбат холмс я ведущая нашего youtube канала татьяна пекер опустел холодильник все это что значит мы пойдем на рынок с моей машиной дорогие друзья я нахожусь сейчас в районе оба в четверг и в понедельник рядом с моим домом есть фермерский рынок почему я хожу на рынок потому что это дешевле чем в магазинах потому что можно попробовать можно поторговаться я торговаться не умею единственное что я сторговала свою тележку со 100 лир до 80 лет дорогие мои обязательно будем все сейчас пробовать и в четверг в прошлое я познакомилась с одной русскоговорящей парой на рынке мне они так понравились и если они сегодня там я обязательно задам им парочку каверзных вопросов я сейчас посмотрю сколько я взяла с собой денег я взяла с собой 165 лет посмотрим сколько у меня останется 165 лет ну что поехали пробовать и закупаться вам мой совет если вы приобретаете квартиру на пмж или просто для летнего отдыха а также рассматривайте варианты для аренды имейте ввиду близость до инфраструктуры сетевые магазины обычные маркеты и рынок очень удобно две минуты и вы на месте единственное что вам нужно небольшая вот такая машина рынок удобный здесь есть и специи здесь и кисломолочка овощи фрукты а также есть и вещевые палатки так что если хотите шорты сланцы и так далее можете здесь приобретать я всегда обычно покупаю картошку или помидоры чтобы положить на дно моей сумки чтобы меня фрукты и овощи потом не подавились апельсинов беру много мы сыном каждый завтрак обязательно каждый завтрак выжимаем сок апельсинки сладкие вкусные вот так обязательно порезано сладкий по русски говорите немножко плохо но достаточно для того чтобы взять посмотрите какая красота можно есть можно выжимать на 30 лир я купила апельсинов качки леоптабе 4 килограмма и 3 и 3 с половиной лиры мне дали скидочку очень вкусно пахнет лепешками они называются гезлями можно с картошкой можно с творогом можно с грибами с чем угодно если вы на рынке задерживайтесь вы здесь торгуете или вы просто закупаетесь обязательно придите попробуйте будет небольшой для вас перекус уважаемые наши сейчас без 15 12 ценники адекватные приемлемые если вы хотите купить что-то подешевле я люблю говорить приходите вечером к шапочному разбору цены будут меньше но и соответственно выбора следующее после апельсинов я беру картошку или картошку потом апельсины обратите внимание картошка чистая мытая у меня недавно приезжали знакомые по моему сказание жаловались что картошка там грязная поэтому пожалуйста приходите покупайте нашу чистую картошку кроме свежих овощей и фруктов здесь также есть огромный выбор сухофруктов а также орешков посмотрите даже есть жареные семечки мимо прошли закусили купили на завтрак на обед ужин дорогие мои замечательно очень вкусно и здоровая пища здравствуйте можно я к вам сюда и так дорогие наши это юрий и ольга откуда вы мы из россии москвичи вот вы здесь живете да мы здесь живем мы пришли на рынок раз неделю мы ходим на рынок за свежими овощами подходим специально вот начинаем по крайней мере с этого места здесь сейчас хозяин отошел но он сам фермер он сам выращивает поэтому мы начинаем отсюда берем все что нам нравится здесь и потом добираем все остальное уже в других местах но у нас друг с которым уже 10 лет знакомы примерно 10 лет знакомы да а я на прошлой неделе когда проходила слышу русскую речь остановилась послушала вас издалека вижу что русскоговорящие подтягиваются потому что кроме покупок хочется еще и поговорить так покупай я думала что у вас свое дело что вы фермеры и вы на рынке торгуете вот теперь вы объяснили да нет 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 просто потому что мы покупали здесь квартиру не для того чтобы работать мы покупали здесь квартиру чтобы отдыхать и в общем-то это я не точно помню как это будет по-турецки совбеты тюрус болтаем болтаем так в этом плане что нам нравится в турции да вот человек да хозяин вот его деньги лежат дал просто стоит это вот ведро кошелка открытая да он год ребят мне надо отойти вы тут немножко так по продавайте и никаких проблем никакого контроля то есть продал бросил деньги в это ведро и в общем вот ну какие-то такие нормальные дружеские человеческие отношения почему в турцию вы приехали то есть есть же много стран если вы рассматривали например климат в европу можно поехать в дубай можно поехать почему именно турция почему алания оснований много первое безвизовая страна то есть нет необходимости ходить куда-то в оформлять документы считать дни когда сколько ты можешь находиться за границей турция это безвизовая страна второе это климат конечно мы здесь живем достаточно долго мы здесь живем порядка там девяти десяти месяцев на лето только уезжаем в россию потому что для нас слишком же почти целый год а как вам цены цены вот на еду цены вот до экономическая составляющая нашего решения свое время значит ценники как мы понимаем европе и здесь примерно одинаковые цифры написано одинаково ну плюс-минус но здесь они номинированы в турецких лирах а там в евро то есть перец 3 лир а там 3 евро примерно до 3 евро примерно 10 раз дешевле приезжая после зимы или после нескольких месяцев прибивания в москве приезжаете сюда как вы чувствуете себя в плане здоровья спокойно хотим сказать что когда мы приезжаем в москву в два месяца не едим фрукты и овощи россия что раз они не лезут мы не говорим там хорошие плохие как-то организм глядя на них и на единственное здесь да мы едим мясо в россии здесь мясо конечно немножко дороже чем россии хотя если брать а в жару такое хочется мясо жару не хочется мясо даже если говорить про зимние времена как вы вот нашу лет летнюю жару переносите мы ее не переносим поэтому уезжаем в россии это просто вот сейчас изи с ковидом это вынуждены немножко задержаться были а так мы стараемся все-таки лето провести в россии семья там дети там внуки там да хотя они к нам сюда приезжают регулярно но есть какие-то дела родина не отпускает в общем-то то там права кончились то банковская карточка кончилась то там это какие-то дела надо все равно делать ну и с кем-то там пообщаться с друзьями там и так далее вы пенсионеры да я понимаю вот у меня подписчики и клиенты мои всегда спрашивают сколько нужно денег чтобы прожить здесь ежемесячно комфортно я не говорю о походах какие-то фешенебельные кафе рестораны покупки одежды в бутиках и так далее значит смотрите потратить можно вот сколько есть денег столько и можно потратить да ну в принципе было бы желание да значит здесь ситуация такая что даже если много денег ты их не можешь потратить все настолько здесь приемлемые цены экономической составляющей у меня шуба стали все в москве сапоги экономия на одежде до бешеные экономия на одежде потому что здесь майки купай у меня москве никогда не снашивались снашивались купальники в россии вот здесь затраты дорогая наши только на купальники на футболки и на шорт на летнюю одежду исключительно почему аланья значит смотрите вот город аланья да с одной стороны вот примерно с той стороны здесь есть метро кэшн кэр здесь стоит мигрос до крупный универсал да здесь так так оле но очень местные марки так сказать как кроме всего прочего здесь еще есть так называемый магазину дома это то что у нас пытались в россии ввести свое время но как-то не сложилось вот здесь это функционирует фактически здесь магазин в каждом доме какой-то резюмируя немножко то есть получается я вот сказала фразу при входе на рынок что выбирая недвижимость или квартиру на аренду имеете ввиду близость расстояние до инфраструктуры рынок везде пешком ходите до машина есть машина есть но она осталась в россии потому что мы здесь без машины вот и ответа и этого хватает ну пешком без проблем город то в общем то по сравнению с российскими городами не очень большой прямо скажем даже можно сказать маленький этого вполне хватает этих расстояний вполне посильно пройти пешком вот еще чего хотел сказать по поводу приобретения квартиры мы в свое время купали квартиру через агентство недвижимости почему знаете это вечная дилемма я не буду платить комиссию агентство недвижимости я могу это приобрести сделать сами или у меня есть какие-то знакомые вот как вы прокомментируете как человек который через агентство не могу прокомментировать значит мы когда рассматривали решали вопрос приобретения недвижимости здесь у нас просто не было других мнений как только обратиться к профессионалам во первых какие плюсы мы видим во первых тебя будут возить и показывать профессиональные люди которые находятся в этой теме то есть вместо допустим там трех пяти квартир которые ты можешь посмотреть ну самостоятельно по каким-то там знакомым по слуху да тебе в общем то покажут достаточно большой ассортимент с максимально возможный выбор второе что немаловажно может быть даже второе не по важности а второе просто по счету смотрите это безопасность сделки вот при самое главное это гарантия сделки если приобретаете недвижимость через агентство недвижимости все таки все таки это большие деньги следующий аспект почему почему мы воспользовались услугами агентства недвижимости вот вы купили квартиру вы в незнакомом месте первый раз языка не знаете языка не знаю где купить мебель где купить посуду где-то речи после продажный сервис спасибо вам большое за уделенное время я вижу вас постоянно приходит сабри приходит пришел ваш друг фермер я тоже куплю вас огурчиков на прошлое давать удалось и ночью понравилось спасибо большое будем дружить сериями заходить компания арбат холмс так что если надумаете еще квартиру покупать это идея так дорогие мои вот у нас кисло молочные продукты большая витрина все это сделано в домашних условиях очень вкусно я тоже пришла немножко к завтраку купить сырочка а русские торгуются я не буду слабо залычок я пьему на собой никогда 35 35 сколько кусочек у меня будет 35 лир килограмм 9 лир и скидку делать им уже скидка нормально 12 тебе 9 с 11 на 9 ладно берем хорошо спасибо вы наверняка привыкли к оливкам в консервах а здесь у нас все натуральное очень много видов я кстати 19 лет здесь живу и ни разу не пробовала оливки на гриле и вот такие вот это что со свеклой а со свекольным соком какие ваш что у вас есть из продукции расскажите мне какие оливки черные зеленые соленые большие домашние давай немножко возьму для своего сына я куплю вареную кукурузу очень вкусно хотите солью хотите без соли на рынке находитесь приходите покупайте закусывайте опять слышим русский язык сейчас мы находимся у стенда с лукумом и специями что есть у вас расскажите что все больше всего русскоговорящие покупают лавровый лист покупают лукума перец еще скажу мята то что в россии больше пользуется а так много чего есть острые острые уже стало тоже популярно в украине тоже начали узманишь есть для мяса хорошей смеси для курицы есть смесь уже час я хожу на рынке со всеми пообщались хочется кушать сейчас буду пробовать арбуз сыр поела почти на ела сейчас арбуз поем почти наемся все пока вы попробуете уже домой приходите сытыми а ведь одна боками чудесный сахарный арбузы сладкий я решила купить четвертинку в рублях скажу стоимость килограмма 15 я купила получается 2 килограмма знаете что у меня в руках это базилик базилик у вас встречается не часто свежем виде очень ароматная такая трава очень полезная я использую во все блюда когда ко мне приходят друзья я готовлю мясо обязательно немножко добавляю вкусно вкусно ароматно а в салаты сам бог велел и так дорогие мои на сегодня наш рыночный обзор закончен у меня полная тележка всяких вкусняшек мне и моему сыну на целую неделю и так я вам сейчас скажу сколько я потратила вы помните у меня было 165 лир осталось 70 95 лир я потратила ну что на сегодня прощаемся мы идем раскладывать все в холодильник готовить всем вам хорошей недели успеха во всем до свидания дорогие наши с вами была карпания арбат холмс я татьяна пикер пока